Что посмотреть Потому что действительно очень классный фильм Который я уже посмотрела До сих пор нахожусь под впечатлением Расскажу о ней поподробнее в конце Пока начнем с того, что тоже Достаточно интересно, как мне кажется Потому что у нас тут на большие экраны Вернулся Роберт Родригес Замечательный режиссер, которого я в свое время Очень сильно любила Какие у него были фильмы От заката до рассвета Вот это вот вся С Антонио Бандерасом Там он тоже был И как он назывался с Бандерасом фильм Отчаянный Вторая часть была Какой там Джонни Депп Который вслепую просто расстреливается Ну и естественно Мачете Все это был конечно Замечательный Роберт Родригес Потом у него наблюдался Некий такой кризис наверное в карьере Как-то вот у него Просел он в своих работах К сожалению И сейчас возможно он вновь выплывет Пришел он в кинотеатры С новой работой Которая называется Гипнотик Главную роль в ней сыграл Внимание Бен Аффлек О классно Те кто подписан на Вот это вот В соцсетях Знаете паблик есть Опухший Аффлек на каждый день Обожаю просто Это мой любимый Контент Так вот Значит они вместе Выпускают работу Про человека Который пытается найти Пропавшую дочь Когда-то он ее потерял на площадке Теперь не может никак найти И в общем-то Вот такое вот Его расследование Он еще при этом детектив Он какую-то серию преступлений Расследует в этот момент И понимает Что все это сходится В одной поиске его дочери Расследование Вот этой серии преступлений Он погружается Все глубже В какой-то очень странный мир Где начинает преобладать Иррациональность Так скажем Он сталкивается с людьми Которые делают странные вещи Почему-то И потом В общем-то Судьба его сводит С экстрасенсом Который ему объясняет Что собственно Есть люди Которые с помощью гипноза Могут управлять другими И видимо вот Из-за этого Какие-то большие проблемы И именно Вот эти люди Видимо как-то Причастны К пропаже его дочери И в общем Все это очень такой Полусюрреалистичный Тяжелый достаточно Триллер Про то Как вот Человек ищет Пропавшую дочь И в то же время Это достаточно Зрелищный такой Чем-то на Нолана Смакивает Что-то да Что-то знаешь Такое среднее между Ноланом И в то же время Вот это все-таки Перчинка Родригеса Она там присутствует Потому что там Вот эти перестрелки Вот этот стиль Кровища Нет Кровища там такой вот Нет Классической Но вот эти вот Стильные перестрелки Это все-таки вот Его тема Поэтому От них он да Не ушел Называется Гипнотика Кстати надо сказать Что Родригес Этот фильм уже давно Задумывал Еще в 2002 году Аж он написал сценарий И вот только сейчас Он наконец-то Был реализован Наконец-то Дошел до Обозрителей И сам Роберт Говорит Что это один Из его любимых сценариев Так что возможно Там что-то прямо Действительно крутое Вот наверное Стоит посмотреть У нас уже Вот в трансляции Кто-то посмотрел А Алекс посмотрел Гипнотик это круто Но не для всех Окей Возможно Ну Родригес Вообще не для всех Так скажем Есть у него Такие типа Грайнхауса Вещи Которые да Достаточно специфические Вот Но на самом деле Джерисерт он Очень крутой Из российского На этой неделе Выходит очень странный Фильм Который называется Статус Честно говоря На меня он Произвел впечатление Какой-то либо Любительской работы Либо какой-то Студенческой работы Единственное Что выделяет этот фильм То что Саундтрек К ней написал Какие-то популярные рэперы Там Птаха участвует Кто-то еще Я к сожалению В них плохо разбираюсь В общем-то Это такая криминальная Такая драма Про молодого человека Из провинции Который приезжает В Москву Влюбляется в девушку Богатого бизнесмена Из Ростова Приезжает Ну может быть Не знаю Ну что-то вот в этом Понимаешь А тут же приезжает Его друг И открывает Крутой клуб В Москве И они переходят И все у них хорошо Клуб открыл Сначала все хорошо Потом они переходят Дорогу Кому-то не тому Кто-то не тот Начинает за ними Охотиться И в общем Все вот эти Ну знаешь Там даже трейлер Очень смешной Во-первых Это действительно Очень дешево Снято Уж простите меня Во-вторых История типичная Уже Да-да-да Вот это знаешь Братуха семья Это все Братуха за братуху В общем Ребята Если вы такое любите Ну я допускаю Что может быть Кто-то правда Такое любит Или просто хотите Вдоволь посмеяться Вот на таким Стереотипным жанром То пожалуйста Приходите В фильм Статус Я бы не советовала Платить за это деньги По этому поводу Был неплохой сериал Кстати Ростовский Юс назывался Юс да Он отличный Вот это действительно Юс это сериал Который можно посмотреть На платформах Он отличный Это действительно А вот эта вот Жвачка Даже не знаю Это даже не жвачка Это знаете Это вот прям вот Как раз Опять же Мое любимое выражение Настолько плохо Что даже хорошо Возможно Вот То есть Это прям вот такое Ну не знаю Может быть знаешь Кто-то правда Отдушен в этом Находит в создании Таких фильмов Давай выдохнем Это поражает Коммерческо-музыкальную паузу Нашу традиционную Сейчас крючу Сразу после короткой рекламы Spiral Drive Space Train Это же рок Ну так вот Spiral Drive Space Train А рок у нас в конце Кстати тоже будет Такой Классический Ну слушайте Хотите Давайте завтра сделаем Мы завтра начнем С рок-музыки Традиционно Виниловая пятница Как я жду пятницу В 8 и в 9 Тоже можем Вырубить что-нибудь Такое Просмотрим Не вопрос Давай продолжим С фильмами Давайте вернемся К премьерам Тут опять же Моя любимая Еженедельная Просто вот Моя боль Это как у нас Переводят название Хорроров Вот очередной Хоррор выходит Который называется Отгадайте Заклятие Незаконченная глава В оригинале Этот фильм Заклятие Заклятие уже было столько Вот за эти Даже последние недели Которые вот У нас вот Предыдущие были Мне кажется Каждую неделю У нас выходит фильм Который сначала Называется со слова Заклятие А потом там Что-то еще Это не связано с теми И это все вообще Не связано с франшизой Заклятия Это просто Вот я говорю Это наши Я не знаю Адаптаторы Я бы их так назвал Да адаптаторы Вот я даже Локализаторами уже не могу назвать Это адаптаторы Так вот В оригинале Этот фильм называется Призрачный писатель Фильм из Англии К нам приехал Рассказывает он Собственно Про писателя Который пишет В жанре ужасы И он Чтобы написать Какой-то новый Бестселлер Свой решает Уехать в старый Фамильный дом Где когда-то Внимание Писал его отец Который тоже был писателем И собственно Там-то отец С собой покончил В общем Ничему жизнь этого парня Видимо не учит Он решает поехать туда И тоже там Пописать немножко Обалбес Ну вот Приезжает туда Находит там Классную руку Письотцовскую Которая затерялась Как оказалось Он значит ее читает И понимает Что блин Это хитяра Огонь Думает Думает О чем мне писать Сейчас я его перепечатаю Просто этот текст Отцовский Выдам за свой Отец-то уж все равно Давно не с нами Какая-то параллель С Джонни Деппом Фильмом Окно Помнишь Что так он назывался Ну там тоже Про писательские Проблемы Скажем так Так и что же Ну собственно Он начинает этим заниматься Главный герой И тут пока он Перепечатывает это Дом-то оказывается Непрост И какие-то там Начинают К нему Демоны Руки свои тянуть И что-то ему Странное кажется В общем всякая мистика Происходит вокруг него И как он с этим справится Да Все-таки украдет ли он Этот роман у собственного отца Надо наверное Узнаем Если посмотрим Хорошо Спасибо А кто снял Вот англичане Да это Гостшуайцы Да 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 По-английски Наверное так называется Да вот примерно так называется У нас он выходит Под названием Заклятие Незаконченная глава Адактар Еще один фильм Тоже Фильм ужасов Приехал к нам Уже из Италии Теперь Называется он Пантафа Пожирательница душ Рассказывает про Женщину Которая переезжает В новый дом Вместе со своей маленькой дочерью У них вроде-то Все прекрасно Но уже в первую ночь На новом месте Собственно к девочке Во сне приходит Призрак Вот этой ужасной Пантафы Ну это какое-то местное Такое мистическое существо Которое якобы Ворует у детей Дыхание во сне Вот И девочка начинает Об этом маме рассказывать Сначала мама думает Что девочка что-то выдумывает Как это всегда бывает А потом понимает Что что-то тут Наверное не чисто Потому что ребенок начинает себя все хуже и хуже и хуже чувствовать И видимо матери придется со всем этим разбираться В общем такие родительские ужасы Про то Как родителю в первую очередь Наверное тяжело Когда с ребенком что-то не так Ну и плюс естественно тут мистика Кстати Италия очень неплоха В выпуске хорроров Особенно вспомните 80-е У них там был золотой просто век Вот этих Ужасающих на самом деле Фильмов Которые вроде как тебя ничем открыто не пугают Но такой просто страх нагоняют одним вот своим просто там даже цветопередачей одной Вот Поэтому вот это может быть даже будет вполне годное кино Еще раз называется Да как называется еще раз Пантафа пожирательница душ Нам пишут Был ли просто по сериалу спрашивает Эльвир Значит в телеграм канале Мы сейчас этих длинных постов решили не делать Да они все выкладываются на Дзен Вчера пост по сериалам там уже выложен Конечно Заходите на Дзен серебряного дождя Там вся информация Да все подробненько И вот я думаю что обзор новинок кинопроката также там появится Да естественно мы сейчас еще туда и трейлеры прикрепляем Чтобы сразу можно было посмотреть Если кому интересно и понять ваше это или не ваше Собственно говоря мы бы поэтому на Дзен перешли Там удобнее вы сразу можете трейлер посмотреть Да там поудобнее на самом деле В телеге вы представляете какой длины был бы этот пост Если бы мы каждый из них сопровождали еще и трейлером коротким Описанием Поэтому перешли собственно говоря на цель Да 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 Так из драм на этой неделе можно посмотреть вот швейцарский фильм Который называется Мать Тереза В общем-то это биопик про Мать Терезу Там ее жизнь рассказывается через Так скажем жизнь еще одной молодой девушки уже современной Которая столкнулась с определенными проблемами в своей жизни И она знала Мать Терезу в свое время там когда еще была ребенком И вот она приезжает в свой дом И начинает как бы восстанавливать вот эту жизнь Матери Терезы Почему та решила пойти так скажем Ну положить свою жизнь на помощь людям Как она к этому пришла Как она боролась с тем кто ей мешал В общем очень такое вдохновляющее Красивое достаточно европейское кино Вот про такую культовую личность Детям на этой неделе есть тоже что посмотреть И что показать Вот например выходит очень яркий китайский мультфильм Который называется Чарли фантастическая четверка Очень такой хитро выдуманный на самом деле С необычными образами С очень нетипичными для такой классической мультипликации Ну так название Чарли фантастическая четверка Потому что есть фантастическая четверка И Чарли шоколадная фабрика Ну понятно Тут все понимаешь смешалось Но это все не связано на самом деле Потому что Чарли это просто бездомная сирота И мелкий воришка В нашем современном мире Скажи он может быть китайцем с именем Чарли Он должен быть каким-то хрумом Слушай нет Если это про Если это сняли китайцы Так скажи мне обязательно Что там главные герои будут китайские А китайцы сняли европейцев в мультфильме Ну Чарли как минимум точно не китайцы Но там вообще непонятно По-моему там без национальности на самом деле Все это Но кстати там очень много от китайской культуры Так вот этот Чарли в какой-то момент Попадает в такой волшебный мир И выясняет что его выбрала волшебная маска А в том мире в общем есть пять таких Скажем супергероев Которые охраняют его от сил зла И у них есть вот эти маски Которые сами выбирают их носителей И вот одна из этих масок Выбрала почему-то вот этого мальчика-сироту И он попадает в этот волшебный мир Где с ним в команде оказываются Какие-то вообще невероятные существа И они с помощью этих масок Превращаются в еще более невероятные существа То есть там какие-то огромные тигры Что-то еще такое Все это завязано на как раз таки Классическом фольклоре китайском И смотрится все это достаточно так Диковинно для нас То есть редко на самом деле Сейчас такие мультики выходят С какими-то необычными очень образами Ну естественно это очень доброе такое произведение Про дружбу Про то как найти себя Про то как спасти естественно мир Потому что им придется этот волшебный мир спасать От негодяй Который хочет из По-моему там Чтобы дерево жизни исчезло Вот Они должны это дерево жизни защитить Так что мне кажется Вот этот мультик будет неплохо показать Наверное детям Он для тех кто постарше А вот для тех кто помладше Например Таня же давайте Извините Перебью Константину отвечу А для тех кто не использует Дзен по идейным соображениям И Натальи Как на Дзене смотреть Значит тогда зайдите на Просто сайт Серебряного дождя Silver.ru Это первый источник Либо уж если прям Вы совсем такие идейные Но в Ютьюбе Эта трансляция сохраняется Вы всегда можете ее пересмотреть И Рутьюб есть Я даже скажу еще больше По-моему Вот надо спросить еще У нашего СММщика Ильину А по-моему он еще и в ВКонтакте Выкладывает В ВКонтакте есть Вот пожалуйста У нас есть группа ВКонтакте И там тоже это можно посмотреть К сожалению просто Правда в телеге Как-то это не зашла история На самом деле Так что вот мы От этого отказались У тех кто дети помладше Можете сводить их На этой неделе Тоже на китайский мультик Второй Который называется Агент Джи Джи Бонд Неси океан Джи Джи Бонд Да Джи Джи Бонд В общем Джи Джи Бонд Это такой забавный поросеночек Который работает спецагентом Но он не очень удачный И он боится сигналов опасности Вот этой сирены Вот И когда происходит Его начальник точнее Выдает очередное задание И крутым агентом говорит Что вот там какое-то страшное По-моему даже Биологическое или ядерное оружие Где-то под водой И надо его оттуда достать Чтобы негодяи его не взорвали А эту поросеночка естественно не берут Потому что он боится Этот поросеночек говорит Идите вы все Сейчас я надену костюм И все сделаю сам Так они плохо плавают поросятки Так вот У него там супер классные Гидравлические костюмы Он собственно отправляется Вглубь океана Где знакомится со всякими Разными его обитателями Видимо будет спасать мир Несмотря на то Что он действительно вот Трусоват Но это тоже кстати Довольно забавное По-моему такое произведение Очень милое Очень смешное Вот Еще одно кстати Еще один мультик Он тоже про приключения Под водой Как мне удивительно Это совсем прямо Вот для малышей Прямо вот для самых-самых Вот если хотите Их приучить Так скажем К кинотеатру Вот добро пожаловать Называется Приключения рыбок Корабль сокровищ Собственно он кстати Уже давно выпущен Еще в 2017 году вышел Только вот до нас добрался Там рассказывается Про маленькую рыбку По имени Зефирка Ее лучшую подружку Про маленького китенка Каплю И все в общем-то Вот эта вот Разноперстная Компания друзей Потерялась Во время школьной экскурсии У них кстати учитель Розовая акула Если вы хотите Поподробнее Розовая акула Розовая акула Хорошо И в общем-то Это очень такой милый мультик Про вот этих маленьких рыбок Которые будут выбираться Видимо как-то Из мест Где они потерялись И он с такой образовательной Так скажем целью Действительно рассказывает Наверное малышам Как себя вести В таких ситуациях Кому стоит доверять Кому не стоит Ну естественно Это про дружбу Про сплоченность Про то что надо Служиться взрослых Замечательно просто все Значит Прежде чем перейти К последнему фильму Которому приурочена И музыкальная композиция В конце сегодняшнего Утреннего эфира Отвечу Твин Твик Из нашей трансляции Действительно Сама прямая трансляция Может потом исчезнуть Из раздела трансляции На ютюбе Но В конце дня Появляются отдельно Нарезанные Наш На полчаса Или на час Нарезанные вот Вставки Которые идут В разделе видео Вы их можете Всегда идентифицировать По таким фирменным заставкам Утро под серебряным дождем Допустим Мужицкий разговор Видите Татьяну Мужицкую Вот этот вот блок Час этого эфира Будет вырезан И записан отдельно Просто нужно подождать Не сегодня Так завтра Итак Последний фильм Который мы приверли На закуску И вот на это я вам Очень советую сходить Если это выйдет В ваших городах В Москве точно выходит Я думаю Другие города тоже В прокат это взяли В общем это французский Документальный фильм Который называется В поисках снежного барса Там всего два главных героя Это документальное естественно кино Там снимали его всего Четыре человека собственно Вместе с главными героями В общем эта история Рассказывает о том Как очень известный Французский как раз таки Фотограф дикой природы Венсен Мюнье И его друг Сильвен Тессон Тессон точнее Простите Француз А вот Сильвен Тессон Он вообще писатель И великий путешественник Кстати Который написал Прекрасную знаменитую книгу В лесах Сибири Это кстати тот человек Который прекрасно владеет Русским языком Который например По-моему на лошадях Пересекал Центральную Азию От Казахстана До Узбекистана Который в 2004 году Совершил пеший переход От Сибири до Индии Следуя по маршруту Изложенному в книге Без лица Без лица из ГУЛАГа Славомира Равича Вот И этот человек Который 180 дней По-моему прожил на Байкале Где-то там В пустой избушке Один То есть Ну это действительно Профессиональный путешественник Очень классно рассказывающий О своих путешествиях В книгах и фильмах Так вот Вот это Вот он вместе с фотографом Отправляется В Тибет В горы Тибета Так скажем Где практически никого нет Чтобы попробовать поймать В объектив снежного барса Чтобы вы понимали Снежный барс Это практически Самое неуловимое животное На земле Потому что его Невозможно в принципе Запечатлеть Он настолько осторожный Я даже знаю Что у нас В институтах В российских Есть ученые Которые занимаются Изучением снежного барса Он кстати живет На территории Российской Федерации Если кто не знал Краснокнижные животные И вот эти ученые Которые всю жизнь Занимаются изучением Этого животного Многие из них Ни разу его не видели Потому что Это действительно Невероятная какая-то штука И в общем Мы будем наблюдать За тем Как вот эти вот Двое авантюристов Пытаются как-то Его запечатлеть Помимо этого Они запечатляют Естественно Жизнь всю Вокруг себя И вы не представляете Насколько это Тонкое Какое-то нежное Красивое кино Про то Как нужно вообще Чувствовать природу Вокруг себя Там есть очень классная фраза Которую говорит Как раз вот этот Сильвен Тессон Он говорит Вы знаете Я всю жизнь прожил И никогда не понял И никогда не понимал Что за мной Все время наблюдают Настолько вот эту жизнь Вокруг себя Начинаешь ощущать Когда смотришь это кино И действительно Это так Я даже скажу больше У нас после просмотра Было небольшое обсуждение Потому что Это был пресс-показ И вот нас Несколько людей Просто не могли Сдержать слез Когда они рассказывали О том Какие эмоции Подарил им этот фильм Это действительно Очень проникновенная Картина Которая вот прям До глубины души Тебя пробирает Там потрясающий Саундтрек Кстати как раз таки Один трек из него Мы сейчас уже включим Сейчас и послушаем Да написал Мы уже не будем скрывать Ник Кейв Да Это Ник Кейв Вместе с Warren Ellis Да и в общем-то Я вам Вот прямо искренне советую Обязательно посмотреть Это кино Еще раз Он называется В поисках Снежного барса Очень редкая штука Для нашего кинопроката И очень сейчас Мне кажется Нужная и терапевтичная Для всех нас Что же Мы с вами прощаемся Уступаем место Виктору Кирилловичу Зубные мудрости От Дмитрия Дмитровича Соответственно Ждите В 10 часов Виктор Георгий продолжит эфир Вместе с Евгением Сергеевичем Черняевым Научным сотрудником Института океанологии Ну а на закусочку Ник Кейв И Warren Ellis Ля пара Наверное так Это по-французски По-английски же We are not alone Татьяна Котина Андрей Усипов Счастливо Хорошего вам четверга Пока-пока